Ежегодно 27 мая в нашей стране отмечается День Библиотек. Этот знаменательный день является профессиональным праздником для всех библиотекарей России. Библиотека сегодня – это многофункциональное пространство, способное стать центром притяжения. Библиотека в современном мире перестает быть только центром хранения книг и приобретает новые функции. Проведение различных мероприятий, работа кружков и занятия по развивающим программам, лекции и встречи с интересными людьми, концерты. Библиотека сегодня – это информационный и досуговый центр. Так, в нашей библиотеке номер 17 имени Николая Михайловича Рубцова, округа «Майская горка» проводится более 800 мероприятий в год, как для детей, так и для взрослых. Библиотека с декабря 2020 года носит имя выдающегося поэта, нашего земляка Николая Рубцова, поэтому многие мероприятия связаны с именем поэта. В библиотеке оборудовано новое библиотечное пространство – экспозиция, посвященная жизни и творчеству знаменитого земляка. Здесь проводятся экскурсии, интересные встречи, мероприятия. В этом году, в День памяти замечательного русского поэта Николая Михайловича Рубцова, поэта «Божьей милостью», в библиотеке был организован телемост с именем Рубцова, в котором приняли участие именные библиотеки Санкт-Петербурга, Сургота, Тотьмы, Земицка и Архангельска. Прошла вторая городская молодежная конференция «Жизнь и творчество» Николая Рубцова. Встреча-презентация Книги-победителя 11-го областного конкурса «Вологодская книга-2021» Николай Рубцов на Тотимской земле В нее вошли малоизвестные факты о пребывании Николая Рубцова в Тотимском районе. Представили издания сами авторы и составители. Директор Тотимского музейного объединения Алексей Новоселов и заведующая музеем Рубцова в селе Никольском Галина Мартюкова. В марте состоялся в рамках всероссийской акции онлайн стихомарафон, посвященный Всероссийскому дню поэзии и творчеству Николая Рубцова. В рамках акции «Культурное погружение Рубцов, Жернаков, Абрамов, Шердин» прошли мероприятия, посвященные жизни и творчеству Николая Михайловича Рубцова. Взглянул на кустик, истину постиг. Так называлась мастерская поэта, которую провела старший преподаватель кафедры педагогики и психологии детства Института педагогики и психологии САФУ имени Ломоносова Неверович Галина Александровна. Школьникам представилась возможность взглянуть на деятельность поэта, как на работу простого мастера, подумать, какие инструменты он использует в работе, какие приемы применяет, чтобы передать свои ощущения читателю. Гуревич Игорь Давидович провел со старшеклассниками поэтическую встречу «Острова свои обогреваем», на которой рассказал биографию поэта о его литературном творчестве, о трагической судьбе. Читатели услышали о том, что Николай Рубцов – это поэт, который интересен как личность. Во время проведения акции «Культурное погружение» в библиотеки прошла молодежная интеллектуальная игра «Тропою Николая Рубцова». Состоялся поэтический час «С душой светлый, как луч». И экскурсии по выставочной экспозиции «Поэтический мир» Николая Рубцова. Неделя была насыщенной, запоминающей и интересной, как отмечали читатели. Библиотека сотрудничает с детскими садами округа, поэтому неудивительно, что проходит много мероприятий для малышей, причем не только мероприятий на литературную тему, но и, например, о выборе профессии или на экологическую тематику. Посмотрите ролик с одной из таких встреч. Библиотека активно проводит и мероприятия для молодежи. Так в рамках «Дня молодого избирателя» прошли деловые игры «Я будущий избиратель» не только для школьников, но и для студентов. Для взрослых читателей также проходит масса интересных встреч и мероприятий. В течение всего года проходят мастер-классы и интересные мероприятия для ребят. Задача библиотеки – это служение читателю любого возраста. Она, несмотря ни на что, остается в приоритете нашей работы. Мы всегда рады видеть вас в стенах нашей библиотеки. Позвольте от всей души поздравить всех с нашим профессиональным праздником – Всероссийским Днём Библиотек. Сколько событий чудесных ты мне подарил, Мир удивительных грёз дорогу открыл. Шорох страниц книг, радость души ник, Трудно представить, как без тебя бы я жил. Спасибо тебе, спасибо, что делаешь мир красивым, Счастье тебе, душ наших лекарь и библиотекарь. Счастье тебе, душ наших лекарь и библиотекарь. Знаешь, герои романов, рассказов, поэм. Сколько моих беспросветных решили проблем. В будни моих, вдруг, снова войдёт друг, Незаменимый никем, несравнимый ни с чем. Спасибо тебе, спасибо, что делаешь мир красивым, Счастье тебе, душ наших лекарь и библиотекарь. Счастье тебе, душ наших лекарь и библиотекарь. Счастье тебе, душ наших лекарь и библиотекарь.